Уважаемые коллеги, добрый день! Мы готовы начинать наш вебинар. У нас сегодня замена лектора, как вы, возможно, заметили, если вы на наш вебинар не впервые пришли. Илья Михайлович Буров уехал проводить семинар в город Калугу, а его заменю я, Алексей Васильевич Конобеев, кандидат педагогических наук, главный редактор издательства «Титл». Скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, вы меня хорошо видите и слышите? Напишите в чате. Да, отлично. Из Беларуси. Ну, замечательно. Союзное государство – это всегда хорошо. У нас получается вебинар международный, даже при том, что у нас к началу пришли пока очень мало человек, но я думаю, что прибавится. Отлично. Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда мы начнем наш вебинар. Пока я буду рассказывать, вводить в тему, напишите, пожалуйста, откуда вы, потому что всегда интересно знать, где люди слушают и куда идет информация. Тема нашего сегодняшнего вебинара с вами звучит следующим образом – организация развивающего занятия английским языком с дошкольниками. Мы будем говорить на примере конкретных пособий, поэтому все, о чем мы с вами говорим, это можно будет использовать сразу же. Более того, многие страницы и способи, которые я буду сегодня показывать на вебинаре, я уже выложил в формате PDF на форуме EnglishTeachers.ru, то есть вы их сможете скачать и использовать с детьми в любое время, хоть сегодня вечером, либо когда вам будет удобно. Тема у нас сегодня довольно интересная. Не просто занятие английским языком с дошкольниками, а занятие развивающее. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, давайте мы с вами посмотрим вот на что, немножко на историю. А как связаны развитие и обучение? Может ли одно происходить без другого? Можно ли, например, детей развивать, но обходиться без обучения? Или наоборот, можно ли детей обучать, 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 а развитие особого не происходит? Но вообще-то, если честно говорить, иногда смотришь на некоторых учеников, понимаешь, что, наверное, бывает такая ситуация, когда обучаешь, а развитие не очень видно. Но вы знаете, есть большая разница между тем, видно или не видно, и есть оно или нет. Если мы посмотрим на то, как к этому вопросу относятся психологи, педагоги и методисты, то мы с вами увидим очень интересную тенденцию. В течение почти 100 лет и методисты, и педагоги, и психологи пытались ответить на вопрос, связано ли развитие детей и обучение, и каким образом связано, если такая связь есть. Взгляды были совершенно разные. Например, Гёзел, Зигмунд, Фрейд и Жан Пьеже, известнейший швейцарский педагог, считали, что развитие и обучение детей не связано вообще. То есть они считали, что развитие сначала должно произойти, то есть, как писали, должно совершить определенные законченные циклы, определенные функции должны созреть, а потом уже можно приступать к обучению конкретным знаниям и навыкам ребенка. То есть они к ребенку фактически относились как к радио. Сначала радио надо настроить на определенную волну, потом ребенок будет это все воспринимать, и радио заработает. И считали, что сначала должен быть цикл развития некий, а потом цикл обучения. Но я не знаю, можно ли с этим согласиться. Вот как, коллеги, вы согласны с таким заявлением или не совсем? Ой, посмотрите, у нас есть участники из Турции, из города Анкара. А Ольга Куруглу пишет, получил огромную удовольствие от утреннего вебинара, решил прослушать еще раз. Замечательно, очень приятно, как я обещал, вебинар всегда чуть-чуть отличается. Ну что ж, уважаемые коллеги, как вы считаете, действительно ли ребенок сначала должен занять определенную ступень в своем развитии, и только потом его можно обучать? Или все-таки можно его обучать параллельно с его развитием? Наверное, параллельно вести, пишет Света. Действительно, Анастасия Юрьевна пишет, все должно быть гармонично, можно обучать параллельно. И правда, если мы с вами посмотрим на детей в дошкольном возрасте, особенно в младшем дошкольном возрасте, то мы понимаем, что для их развития мы постоянно повторяем. Для того, чтобы они словарный запас набрали, мы им постоянно даже на родном языке показываем разные предметы и их называем. Что это, как не обучение лексики с точки зрения языка, правда? Для того, чтобы дети научились понимать связь между предметами, мы им говорим постоянно. Вы помните, как стихотворение «Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят». Чудесный пример совершенно именно того, как детей и обучают, и развивают, то есть развитие идет рука об руку. Другие психологи, Вильям Джеймс Эрн Сторндайк, считали, что развитие и обучение — это одно и то же. То есть они считали, что развитие — это накопление опыта, обучение — это всего лишь один из видов накопления опыта. То есть неважно, ребенок будет, по их мнению, всегда развиваться, где бы он этот опыт не накапливал — в процессе обучения или в жизни. А вот как вы считаете, теперь на эту позицию посмотрим, любое ли накопление опыта приведет к развитию ребенка? Вот Татьяна Антоновна пишет, «Обучаясь, ребенок развивается». Совершенно верно. Наверное, все-таки не любой опыт приводит к развитию, потому что давайте вспомним примеры, когда, скажем, дети Маугли, так называемые, когда ребенок попадал к животным, его стая животных воспитывала. У ребенка жизненного опыта было хоть отбавляй. Конечно, этот опыт был характерен для животного, а не для человека, но развития особо не происходило. Более того, по развитию он очень-очень сильно отставал от сверстников. Правда же? То есть не всякий опыт, наверное, ведет обязательно к развитию. Опыт бывает и негативный. Бывает опыт, который задерживает развитие, особенно если этот опыт стрессовый и так далее. Правда же? Был такой известный психолог Куртковка, который считал, что развитие произойдет в любом случае, но обучение может помочь. Наверное, вот этот взгляд уже ближе к современному. А современная теория развития и всего развивающего обучения основана на теориях Льва Семеновича Выгодского, который считал, что хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, но тем не менее они никогда не идут равномерно и параллельно друг к другу. Между процессами развития и обучения устанавливаются сложные динамические зависимости, которые нельзя охватить единой наперед данной априорной умозрительной формулой. Выгодский считал и писал в своих работах, что всякая высшая психическая функция в развитии ребенка проявляется дважды. Сначала как деятельность коллективная, когда ребенок играет, имитирует взрослых, имитирует сверстников, учится делать что-то вместе с кем-то. То есть сначала это деятельность социальная, а во второй раз уже она снова проявляется, но уже как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка. И отсюда выходит самая главная идея Выгодского, которая легла в основу всех современных теорий развивающего обучения. Как писал Выгодский, обучение — это не развитие, это немножко другая все-таки вещь. Но если оно правильно организовано, то оно ведет за собой детское умственное развитие и вызывает к жизни ряд таких процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными. То есть получается, что обучение — это не то же самое, что развитие, но оно может дать такие вещи развитию, которые без обучения невозможно, будут абсолютно. И Выгодский считал, что есть две сферы развития. Есть сфера актуального развития — это то, что ребенок уже может сделать самостоятельно и уже сформировавшись в качестве. То есть вот если посмотреть на теории, которые мы перечисляли, это как раз тот уровень, на который ребенок уже поднялся. И есть зона ближайшего развития — это то, что самостоятельно ребенок сделать не может, а вот с помощью взрослого, с помощью учителя он это сделать сможет. И именно развивающее обучение, в отличие от просто перечисления фактов, от просто складывания знаний в ребенка, как в шкатулку, и создает такую зону ближайшего развития. А теперь давайте мы с Вами посмотрим, как же к развитию относятся в ГОС дошкольного обучения, и самое главное, как можно именно развивающие занятия проводить для дошкольников на занятиях английским языком. Итак, то, что нам пишет в ГОС. По стандарту государственному основная цель дошкольного образования — это именно развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Я не раз еще буду говорить про индивидуальные особенности сегодня, потому что Вы сами знаете, насколько дети все разные, как они отличаются один от другого в дошкольном возрасте, и по способностям, и по интересам, и по задаткам, и по тому, как у них эти задатки превращаются в способности или не превращаются. Тут уже многое зависит от педагога, правда же? По ВГОСу существует несколько направлений развития. Это развитие социально-коммуникативное, то есть это приобщение к нормам и ценностям, это общение и это саморегуляция, когда ребенок знает, когда сказать что-то, когда замолчать, когда начинать игру, когда ее прекращать и так далее. Это развитие познавательное, то есть это развитие интересов, мотивации, познавательных действий, первичных представлений о себе окружающей мире, и так далее. Это развитие речевое, когда речь ребенок развивает как средство общения и культуры. Развитие художественно-эстетическое, когда мы учим, закладываем только у ребенка предпосылки восприятия произведений культуры, и, наконец, физическое развитие, которое включает в себя двигательную деятельность и упражнения. Вот в этом случае я всегда вспоминаю Сухомлинского, который писал, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев. И действительно, мелкая моторика настолько важна в дошкольном возрасте, что она может очень сильно стимулировать развитие ребенка, и в связи с этим не зря многие психологи говорят о большой проблеме современных детей. Проблема вот какая у детей, очень обедненная сфера тактильных ощущений. Вы же сами знаете, детям необходимо давать возможность потрогать разные поверхности, разные фактуры, разные ткани, материалы и прочее. А сейчас, к сожалению, дети все больше начинают прикасаться к компьютерам, к планшетам, к смартфонам и так далее. То есть тактильно они очень обеднены. Если вспомним Сухомлинского, если вспомним закон о развитии того, как мелкая моторика важна, мы увидим, что сейчас, к сожалению, дети очень часто недополучают нужных ощущений для того, чтобы развитие протекало на том же, скажем, высоком уровне, на котором оно могло проходить лет 10-15 назад, до того, как технический прогресс принес нам все эти моменты. И мы с вами сегодня посмотрим на то, чем можно обогатить опыт ребенка, в том числе и с точки зрения мелкой моторики, для того, чтобы скомпенсировать эту проблему. А также посмотрим на то, как можно смартфоны и планшетные компьютеры использовать для обучения английскому языку, но использовать так, чтобы они помогали развитию, вместо того, чтобы его задерживать. Вот я много пообещал, но давайте смотреть на конкретные примеры. И еще один момент из ВГОС, опять же цитата. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы, идет речь о программе образовательного учреждения, и может реализовываться в различных видах деятельности. То есть развивать надо, но вот как развивать, решает учреждение и, соответственно, сами педагоги. А вот давайте поговорим вот о чем. Мы поговорили про разные виды развития. Вот как вы считаете, занятие английским языком, чему может способствовать, что оно позволяет развивать? Ну, какие идеи? Кругозор. Отлично, естественно. Кругозор. Сразу несколько человек. Логику. Вы знаете, я бы чуть-чуть, наверное, скорректировал бы здесь не столько логику, потому что логика вы, наверное, больше в таком повседневном смысле используете. Строго говоря, логика — это умение видеть предпосылки, следствия и так далее. Это довольно узкое понятие. Я бы сказал бы шире. Абстрактное мышление. Правда же? То есть не только логику, но и определенные мыслительные операции. Сравнение, синтез и так далее. Коммуникативность. Память, конечно. Фономатические умения, естественно. Внимание. Коммуникативные умения. Хорошо, довольно близко. Общение в коллективе, естественно. Умение общаться. То есть иностранный язык здесь помогает. Я похожий очень список составил. Давайте посмотрим, насколько он совпадает. Итак, занятие английским языком способствует развитию слуха. Правильно? Слух — это очень важный момент. И мы здесь имеем в виду слух не в значении того, слышит ребенок хорошо или плохо громкие звуки, а в значении того, насколько он умеет отличать разные фонемы. То есть насколько он на слух воспринимает. Отличит ли он, например, звук «э» от звука «э», правда же? Которые совершенно разные. Или, например, долгий звук «и» по-английски от краткого «э», который не только долготу отличается, но и качеством. Помните, у нас, когда мы «и» говорим, у нас он дифтангоид, единственное в английском языке, когда у нас кончик языка внизу, у нижних зубов, а в процессе произнесения язык постепенно вперед выдвигается. А там, где слух, там, соответственно, еще и тесно связано с этим развитие речевого аппарата. Тут вообще замкнутый круг получается. Артикуляция нужна правильная. Ребенок не учится правильно артикулировать до тех пор, пока он не научится слышать. А слышать он не научится до тех пор, пока он артикулирует сам неверно. И что здесь может помочь, а вот как раз объяснение того, где кончик языка должен быть, как надо губки вытянуть, округлить и так далее. Развитие абстрактного мышления. А кроме того, занятия языком формируют. Вот то, что многие писали, память, внимание, коммуникативные умения и так далее. Вот посмотрите, я, похоже, очень вещи написал. Умение взаимодействия со сверстниками и взрослыми, правда? Коммуникативные умения, но в самых разных формах. Знание об окружающем мире, это то, с чего вы начали, кругозор, верно? Знание социокультурных аспектов общения, естественно. И кто-то, по-моему, написал про это, если я не ошибаюсь, об этом говорили. Вот толерантность, кстати, очень важный момент, потому что дети, к сожалению, очень часто бывают жестоки. Жестоки не потому, что они изначально злые какие-то или плохо воспитанные, а просто потому, что дети не умеют сопереживать. Они не понимают, что такое больно. Они на себе это хорошо испытывают, но очень быстро забывают. Поэтому для ребенка, к сожалению, бывает типичная ситуация, когда они там на гусеницу наступили, еще что-то. Вспоминается тот полуанекдот, когда ребенок у мамы спрашивает, говорит, мама, а если я червячка на две половинки лопаткой разрублю, они дружить будут? Мама говорит, с тобой нет. То есть такие моменты. Итак, занятия английским языком способствуют развитию вот таких вещей и формированию следующих умений. Но кроме этого, они ведь действуют еще подобно занятиям в других предметных сферах. Они способствуют развитию следующих вещей. Моторики и мелкой моторики. Я покажу вам такие упражнения. Физического развития, художественно-эстетического развития и познавательного развития. И, конечно же, познавательное развитие включает в себя такие психические функции, как память, внимание и прочее. Ну что ж, коллеги, на этом теоретическая часть у нас закончена. Мы переходим к практике. Просто мне хотелось очень, чтобы мы с вами сверили теоретические позиции для того, чтобы мы одинаково понимали то, о чем мы будем говорить. Одинаково видели, насколько что-то важно и могли поделиться своим опытом в тех терминах, которые нам всем будут понятны. Каким же образом можно организовать развивающие занятия английским языком для дошкольников? В детских садах два способа. Это может быть непосредственно образовательная деятельность и может быть кружковая образовательная деятельность. Длительность занятий регулируется санпином, санитарными нормами. Перед вами на экране сейчас номер санпина. Можно посмотреть в интернете. Если вы хотите, я вам готов на форуме englishteachers.ru дать ссылку на скачивание санпина, потому что эта вещь довольно важная, его хорошо бы иметь под рукой. И самое главное, у нас есть еще рабочие программы образовательного учреждения, в которых есть обязательная часть, не меньше 60%, и 40% остается на часть, формируемая участниками образовательных отношений. Почему я про это говорю? Потому что сейчас сложились две проблемы, совершенно разнонаправленные, но в абсолютно одной и той же сфере. Что это за проблемы? С одной стороны, родители, очень многие все больше хотят, чтобы дети занимались английским языком. Причем они выступают за как можно более раннее начало. Мы сейчас давайте оставим за рамками нашей сегодняшней беседы целесообразность, очень раннего начала изучения иностранного языка внеязыковой среды. Если вам интересно, посмотрите видеозапись вебинара, которую я проводил месяц назад. Мы как раз и говорили о принципах обучения иностранным языкам дошкольников. И мы очень подробно смотрели на то, с какого возраста целесообразно начинать, и какие опасности могут быть в том случае, если неправильно построить обучение в слишком раннем возрасте. Но тем не менее, что родителям не говори, они начинают хотеть все раньше, раньше и раньше. Я пару лет назад открывал, был гостем в цикле передач на радио Сити-ФМ. Самая первая передача была посвящена обучению иностранным языкам. И вы знаете, буквально 20-я минута эфира прямого идет, там всего час передачи шла, и идут звонки в студию. И большинство звонков было как раз о том, с какого возраста следует начинать изучать иностранные языки, как это правильно сделать и прочее. И один отец, по-моему, сказал, вот у меня ребенку два года, а не поздно ли его начинать учить английскому языку? То есть от родителей идет очень мощный запрос на обучение иностранным языкам. У детских садов проблема прямо противоположная. Они говорят, у нас нет преподавателей. И это не детские сады придумывают. Ну, понятно, что там зарплаты не очень высокие, хотя, как правило, иностранный язык это дополнительную услугу, родители готовы это оплачивать. Вторая часть проблемы заключается в том, что у нас, к сожалению, почти нет вузов, которые готовили бы преподавателей английского языка для дошкольных образовательных учреждений. Есть ряд колледжей. Есть замечательный совершенно в Петербурге педагогический университет имени Герцена. В нем есть институт детства. И в этом институте детства есть кафедра раннего обучения иностранным языкам. Я очень рад тому, что я с этой кафедрой сотрудничаю. Я буду ссылаться на ее специалистов периодически сегодня. Ну, а хотя бы и потому, что все наши пособия мы рецензируем на этой кафедре, вносим профиль туда и так далее. Вот там замечательно готовят студентов для того, чтобы они могли обучать иностранным языкам дошкольников. Там хороший курс повышения для преподавателей, повышение квалификации. Но в то же время все равно таких специалистов не хватает. На утреннем вебинаре кто-то сегодня сказал, что, говорит, вы знаете, ужас просто, какие приходят специалисты, в кавычках, после колледжа с правом преподавания иностранного языка. Я на это ответил, что, к сожалению, проблемы не только в колледжах. Я преподавал 8 лет на ИНЯЗе в ВУЗе, и я заметил, как все больше и больше качество обучения иностранным языкам снижалось. Отчасти из-за того, что огромное количество часов, которые раньше уходили на языковую практику, было передано чисто лингвистическим дисциплинам. Конечно, когнитивную лингвистику изучать полезно с теоретической точки зрения. Но когда происходит... Это я говорю, например, потому что там был и синтаксис лекции, и прочие моменты. Но когда это идет за счет языковой практики, за счет того, что люди просто знают лингвистику, знают филологию, но говорить по-английски не очень хорошо умеют, это приводило к тому, что, скажем, студенты-пятикурсники, выпускники, говорили по-английски так, как, в общем-то, нормально было бы, скажем, для студента, который раньше заканчивал второй курс или начинал учиться на третьем курсе. То есть такие проблемы были, они и остаются. Так вот, возвращаясь к нашей теме, организации занятий английским языком для дошкольников. Детские сады ищут специалистов. Специалистов таких немного. Это все на наши с вами плечи. Ложиться нам приходится учиться таким вещам. Поэтому мы вполне можем предлагать свои услуги детским садам. И если детский сад говорит, ой, а у нас программа не предусмотрена, ну, извините, коллеги, во-первых, 40% программы по стандарту могут формироваться самим участникам образовательных отношений. Во-вторых, нам не обязательно проводить занятия английским языком как непосредственно образовательную деятельность. Это может быть и кружковая образовательная деятельность. То есть способы организовать такие занятия, они вполне есть. Финансировать их тоже можно за счет родителей, а не только за счет бюджета. Это самая главная сторона организации занятий была финансовая. Но теперь давайте перейдем к существенной, к методической. То, о чем я буду говорить, это примеры пособий из серии детский английский. Посмотрите, пожалуйста, на логотип, он сейчас перед вами на экране. Он вам будет постоянно теперь попадаться. Потому что книги выходят, их вышло немало уже. Я скажу, какие вышли, сколько еще появится. До конца календарного года будет 40 книг минимум. Я надеюсь, что и больше, если все у нас пойдет гладко. Итак, примеры каких книг мы будем использовать. В этой серии вышел курс «12 шагов к английскому языку» для детей 4-6 лет. Авторы курса доктор педагогических наук профессор Радислав Петрович Мейлрод. И замечательный педагог-практик Наталья Александровна Юшина. Наталья Александровна не просто преподает английский дошкольникам, но она еще обучает дошкольников по скайпу. Она проводила у нас вебинар полтора месяца назад. И вы знаете, на том вебинаре она включала видеофрагмент урока, когда она занималась с девочкой 4-летней по скайпу. Оказалось удивительно просто. Я сам никак не мог поверить своим глазам, что ребенок может так реагировать и нормально могут идти занятия. Ольга Куруангу сразу пишет «Курс «12 шагов к английскому языку» состоит из 12 книг. В интернет-магазине делал только 4 части, остальные готовы. Книги 5-я, 8-я выйдут летом, а книги 9-я, 12-я выходят осенью. Я вот сейчас перед вебинаром чуть не опоздал к началу. Я вносил последние правки в методическую часть, редакционные изменения не авторские. Редакционные изменения в методическую часть в книге 5-я и 6-я. Они уже готовы, ждали только этих правок. Мы в типографиях рассчитываем в июне отправить. Следующая серия книг, это уже в рамках серии «Первые английские слова». Это книги «Стихи и загадки». Книги предназначены для детей 4-6 лет. Автор Юлия Геннадьевна Курбанова, преподаватель английского языка из города Красноуральск, Свердловской области. Следующая серия — это книги с мобильными приложениями. Автор перед вами сейчас сидит, это я. И мы посмотрим на примеры тоже. И мы решили выпустить несколько книг, которые мы назвали очень просто «Развивашки». Я покажу, о чем идет речь. Давайте посмотрим. Название, согласен, не очень академичное, но зато, наверное, будет интересно и полезно детям. Вот обложки первых четырех частей «12 шагов к английскому языку». Вот обложки моих книг серии «Первые английские слова». Из этой серии две книги уже вышли, только из типографии пришли. Вот «Держу перед собой времена года» — «Книга». И «Книга я умею». Это глаголы повседневные, которые детям требуются. И вот обложки книг Юлии Геннадьевны Курбановой «Стихи и загадки». Стихи и загадки о цветах, стихи и загадки о животных, о птицах, об игрушках и о подводных жителях. Как можно использовать эти книги? Курс «12 шагов к английскому языку» можно использовать как в образовательном учреждении, так и дома. Дома за счет того, что там есть поурочные рекомендации, которые, в общем-то, и родители поймут. Конечно, родители — это не воспитатели, и уж тем более не педагог. Правда же? Но понять по рекомендациям, что ребенок делал на занятии, какие у него новые слова и в какие игры с ним поиграть, надо родители смогут. Книги с мобильным приложением. Первые английские слова можно и в дополнениях к курсу, к любому английского языка использовать, а можно использовать как самостоятельное пособие. Книжки на самом деле не маленькие. Если вы посмотрите, они довольно большие, по 32 страницы эти книги, то есть объем вполне приличный. Книги «Стихи и загадки» направлены на развитие ребенка и изучение английской лексики. Они за счет того, что все записано на аудио, могут использоваться даже незнающими английскими воспитательными родителями. Там в основном они идут на русском языке. Английский лексики там немного, в отличие от книг с мобильными приложениями. И «Развивашки» направлены тоже на общее развитие ребенка, способствуют изучению английской лексики, могут использоваться тоже незнающими английского языка воспитательными родителями. Опять вопрос, есть ли методическое пособие, как можно использовать серию детский английский в комплексе? Такого пособия пока еще нет, мы пока все это показываем на серии вебинаров, как сегодня. Мы сейчас планируем вебинары на июнь. Я думаю, что в июне мы постараемся, по крайней мере, показать занятие, которое, например, идет на примере занятия «12 шагов к английскому языку», и как дополнение используется что-то из этих пособий. В дополнение, мы на это посмотрим с вами. Давайте мы посмотрим, например, организацию развивающего занятия на примере одной из книг, книга с мобильным приложением, она называется «What do animals say?», что говорят животные. Перед вами сейчас на экране цели и задачи, пока цели сейчас, задачи появятся. Давайте мы с вами на них быстренько посмотрим. Затем цели я старался формулировать максимально универсально, потому что принцип в каждом занятии один и тот же, и, в общем-то, цели, поэтому сходная задача уже конкретизирует в зависимости от содержания занятия. Например, цель номер один — формировать умение использовать в речи лексические единицы по изучаемой теме в соответствии с социокультурными особенностями их употребления. Затем развивать понимание английской лексики на слух. Номер три. Развивать мелкую моторику детей путем подготовки к обучению графике. Не писать мы учим, а только готовим их потихонечку, готовим руку, вы увидите это сейчас. Развивать художественный эстетический вкус детей. И, наконец, знакомить детей с животным миром. Помните, книга называется «What do animals say?». Сами задачи. На примере занятия со словом «cat». Познакомить детей с лексическими единицами «cat» и «meow». Научить понимать эти слова на слух. Научить детей проводить силуэт слова «cat» по графической опоре. Научить детей раскрашивать рисунок кошки в соответствии с цветовыми обозначениями. И, наконец, познакомить детей с тем, что говорит в кавычках «кошка» по-английски. А давайте-ка мы теперь посмотрим, как же ход занятия у нас будет идти. Для начала несколько принципов. Первый принцип. Один разворот книги — это одно занятие. Детям не надо ничего перелистывать, никуда листать и так далее. То есть весь основной материал находится на одном и том же развороте. Но вы сами знаете, маленькие дети отвлекаются легко. То есть стоит только страничку перелистнуть, и сразу внимание падает. И драгоценные минуты уходят на то, чтобы их сфокусировать опять внимание на том, что должно быть. Для дополнительной отработки изученной лексики используется еще один разворот книги на страницах 22-23. И плюс мобильное приложение «Обучающая игра». Поэтому, например, в ходе занятия в классе, ну, в комнате для занятий и так далее, с педагогом занятия, можно использовать разворот. Потом можно для тренировки дать детям на дом эту отработку, либо еще добавить, если время есть. И мобильное приложение это вообще скорее уж на дом дается. Хотя, если есть возможность, почему бы не использовать ее прямо в классе. Длительность занятий может адаптироваться в зависимости от особенностей детей. Но в среднем занятие рассчитано на 20 минут. Плюс-минус 5 здесь уже зависит и от ребенка, и прочего. Вы сейчас сами увидите и посмотрите, как можно использовать, и представите, сколько времени займет. Каждое занятие включает... Но никак не нарушает санпинов. Каждое занятие включает задания на правильные детей с различными познавательными стилями. На аудиалов, которым надо слух развивать, и на слух информацию воспринимают хорошо. На визуалов, которые воспринимают информацию зрительно. И на киностетиков, которые пока своими руками чего-то не сделают, никак не научатся. Давайте посмотрим на ход занятия. Вот у нас первая страница разворота. Мы говорим с детьми про животных, и книга, напомню, называется «Что говорят животные». Сразу хочу сказать, если вы предпочитаете вести занятия по-английски, вы можете детям говорить все эти фразы по-английски. Если вы не против использования родного языка детей в обучении, то вы вполне можете какие-то дополнительные объяснения давать по-русски. Я сейчас в ходе вебинара буду показывать на русском языке пример того, как занятия можно провести. Но дальше все в ваших руках, вы прекрасные специалисты, вы сами сможете это сделать. Итак, с чем мы начинаем? Просим детей рассмотреть рисунок. Говорим, ну посмотрите, а что у нас на этой картинке? Что это за животное? Как оно называется? Кошка, а по-английски, а может быть кот, может быть кот, да. А по-английски и кошка, и кот называются одинаково, они называются cat. Посмотрите, вот сверху, в начале странички, это слово написано. Вот как по-английски пишется слово cat. Напомню, книжки большого формата, вот какого, то есть картинка очень большая будет. Показали детям, разобрались. Затем мы у детей спрашиваем, а как говорит кошка у нас в России, что она говорит? Тут, конечно, дети скажут мяу, и мы их попросим изобразить кошку. Кто-то потянется, кто-то лапкой будет играть и так далее. Мы сказали, ну-ка, давайте посмотрим, кто из нас с самой хорошей кошечкой будет. А теперь помяукайте. Ну вот, а в Англии люди же говорят по-английски, и животные тоже разговаривают не так, как же разговаривают кошки в России. Поэтому давайте мы посмотрим. Я вам сейчас прочитаю фразу, а вы мне попробуйте сказать, как кошка говорит в Англии. В России кошка говорит мяу, да? А по-английски давайте послушаем. This is a cat. It says meow. Сказали. И спрашиваем детей, так как же говорит в Англии кошка? Еще раз читаем. Говорим, this is a cat. A cat. This is a cat. It says meow. Мяу. И просим детей повторить, чтобы они вот этот мяу повторили. И действительно, мяу, это не совсем то же самое, что мяу русское, правда? Поиграли в кошек, повторили, подвигались хорошо. Смотрим на весь разворот. А весь разворот книжки вот такой. То есть он на самом деле не маленький. Вот у нас занятие. После того, как мы рассмотрели и поняли для детей. Вот кто-то очень хорошо, Оксана Сурина, пишет. Мы представляем, что у нас в глазах фотоаппаратики. Мы фотографируем слова. Чудесный прием, буду так детям и говорить. Я как-то слышал о определении, сравнении. Одна учительница, очень опытная, пожилая, сказала, говорит, дети, даже в младшем школьном возрасте, да и дошкольники, они как магнитофонечки. Они что услышали, повторяют моментально. Итак, переходим к занятию дальше. Мы показываем детям картинки. Называем животное по-английски. И просим показать на рисунок, на котором оно изображено. Мы говорим, посмотрите на картинки. Можем по-английски сказать, конечно, look at the pictures. A cat. 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 A cat. Where is the cat? Point at the cat. Покажи, где cat. Если дети теряются, на первом занятии могут, например, потом они осваиваются, не знают, как показать. Мы показываем на картинке и спрашиваем. Is this a cat? No, it's not a cat. Is this a cat? No, it's not a cat. Is this a cat? No, it's not a cat. Is this a cat? Yes, it's a cat. И снова спрашиваем. Where is the cat? Point at the cat. Вы знаете, вот в этом случае, кстати, вопрос задают очень часто. Я отвечу сейчас на вопросы из чата. Очень часто задают вопрос следующий. Говорят, а вот, например, слово, его с артиклем вводить или без артикля? Вы знаете, можно вводить без артикля, можно с артиклем. Как лучше, на 100% никто не скажет. Но бывают такие ситуации. Если слово изначально с артиклем вводить, то дети так и считают, что кошка по-английски называется не cat, а она называется a cat. Да плюс еще бывают такие ситуации, что греха таить у нас, как только артикль не произносит, бывает. И когда ребенок слышит потом без артикля это слово или с определенным артиклем, он очень удивляется, потому что на слух, по слуховой форме, a cat и the cat, для него совершенно два разных слова. Правда же? Поэтому, наверное, имеет смысл сделать так. Показать на картинку, сказать cat, cat, несколько раз повторить, чтобы ребенок слышал. А потом с артиклем a cat, this is a cat. То есть потихонечку фразу наращиваем. Начинаем со слова, превращаем в фразу и затем как законченное предложение произносим. Итак, показали детям, выбрали, где у нас cat, показали, попросили их сказать за нами еще раз. Cat, a cat. Затем предлагаем детям пальчиком провести по буквам, составляющим слова. Почему пальчиком? Во-первых, мы не учим с помощью этих книжек детей писать. Мы готовим их к письму. Это нужно для того, чтобы кинестетики себя уютно чувствовали, и мы развиваем у детей моторику. Правда же? Мы пока не обращаем внимания на то, как держать ручку правильно, как держать карандаш. Это не наша с вами задача, мы обучаем английскому языку. Поэтому мы их просим пальчиком поводить, как надо. Дети, в том числе и с помощью мышечной памяти, запоминают, как слово пишется, но они алфавит не изучают, букв не анализируют. Но у них создается связь. Вот хорошо сказали, как будто фотографируют. Они увидели внешний облик слова. Они увидели кошку, они услышали много раз уже в ходе этого занятия слова. Они поводили пальчиком, то есть они и так могут вспомнить. У них появляется этот образ и закрепляется. А затем мы показываем картинку и предлагаем детям докрасить рисунок, при этом повторяя вслух или про себя название животного. Вот у нас эта картинка, и мы им говорим «докрасьте». И время от времени мы их просим сказать «кат», «кат», «кат». Особенно талантливые дети могут начать сами говорить «миау», пусть они поиграют в кошку. Это очень даже неплохо. Я отвечу сейчас на вопрос. Юли, могут ли занятия с дошкольниками быть устными? То есть не читать и писать слово, а только слушать и произносить? Конечно, могут. И такое работает прекрасно. Ведь на родном языке дети тоже пока еще не читают и не пишут. Они начинают, конечно, потихонечку учиться. Вообще, я бы сразу хотел сказать очень важный момент. Мы в наших занятиях не учим детей читать слово по буквам. Они просто смотрят на него как опору, узнают точно так же, как картинку. Мы не учим детей писать слово. Мы только готовим руку к письму через движение. Это тоже очень важный принцип. Потому что, вы знаете, нейрофизиологи, например, выступают очень многие против того, чтобы детей в этом возрасте учить именно читать и писать на иностранном языке. Потому что они считают, что определенный запас энергии у ребенка есть, и он и должен тратить на другие вещи, а не только на учебу иностранный язык и так далее. Мы еще раз показываем детям на страницах на развороте, как пишет слово «кошка» по-английски. Говорим, посмотрите, вот как пишется. Сфотографируем. И вот как пишется по-английски «meow». То есть «this is a cat, it says meow». Давайте посмотрим на это слово. А затем на страницах 22-23 книги просим детей найти рисунок «cat». «Where is the cat?» «Point at the cat». Они это уже знают, они пробовали уже так делать, да? А затем просим детей соединить изображение кошки сначала со словом «cat». То есть мы говорим, «Where is the cat?» «Point at the cat». Нашли. «Where is cat?» А где у нас слово «cat?» Кто быстрее найдет? Ну-ка, давайте покажем. Не можем вспомнить, еще разок можем вернуться к нужному развороту, посмотреть еще раз. А давайте-ка мы такое же слово найдем вместе. Нашли. Это как сравнение картинок. И соединили. А вот у нас следующая страничка этого разворота. Мы вспоминаем еще раз, как кошка говорит в Англии. Не «мяу», а «мяу», да? И пытаемся соединить. Это подход к обучению чтению целым словом. То есть дети не анализируют букву, они узнают слово по силуэту. Это подход, на самом деле, очень физиологичный. Мы ведь, когда взрослые уже научились читать, мы точно так же читаем. Посмотрите, сколько раз бывало. У вас наверняка тоже. У меня не очень хорошее зрение, контактные линзы ношу близорукость с детства. И для меня это особенно было в свое время проблемой. Да и когда очки бывает носишь, там на холоде особенно вошли в помещение, очки запотели. Неудобно, надо протереть сначала. Бывает неудобно увидеть что-то. И подъезжает, скажем, общественный транспорт. Нам вовсе не обязательно ждать, пока он подъедет совсем близко, для того, чтобы увидеть, какая цифра написана. Мы легко цифру 1 от цифры 5 отличим по силуэту издалека. Или, например, мы идем по улице, смотрим на другую сторону дороги и видим вывеску магазина. Уж хлеб от мебели мы всегда отличим. Там долгота разная и силуэт другой, правда? Вот и дети тоже используют эти зацепки в качестве опоры. Разницу в образе. Оксана Сурина правильно пишет, похожая система в Милле. Действительно, обучение чтению в младшей школе в курсе Милле именно таким образом и строится. Там еще более подробно это сделано. Если интересно, я проводил вебинар по обучению чтению в начальной школе. Там много примеров. Посмотрите, видеозапись вебинара и презентация выложены на сайте englishteachers.ru. То есть, посмотрите, мы с детьми позанимались. В ходе этого занятия мы услышали слово cat, поняли, что оно обозначает, увидели, как оно пишется. Мы соотнесли звуковой образ слова cat с картинкой. То есть, мы научились, что вот это кошка, а вот это все, вернее, это cat, а вот эти все картинки, это не cat. Да, мы пальчиком поводили, поучились, подготовили руку к письму. Мы пораскрашивали картинку все время, повторяя слово cat. Поэтому у нас еще ассоциация четкая возникла с этим образом. И затем мы посмотрели, вот у нас в ходе занятия мы научились соотносить слово, его форму, с изображением животного. Изображение животного с тем, что оно говорит. Словарный запас здесь не очень большой на одно занятие, но специально сделано без перегрузки для того, чтобы и на стороне можно было развивать. В дополнение, вы можете детям дома, либо на занятии, если у вас остается время, поиграть с мобильным приложением и выполнить задание в нем. Вот сейчас перед вами на экране скриншот с мобильного приложения, два скриншота точнее, и два QR-кода. Один для устройств на операционной системе Android, другой на системе Apple. То есть App Store ссылка и ссылка на Google Play. Если у вас установлен любой бесплатный QR-код-ридер на телефоне, вы можете прямо сейчас с экрана сканировать этот код, установить себе приложение. Приложение бесплатное. Если вам сейчас неудобно, я скажу, где их найти. Давайте я пока расскажу о том, что из себя эти приложения представляют. И вот здесь очень удобно можно сделать следующим образом. Вы сами знаете, родители делятся на две категории чаще всего. Есть родители, которые очень хотят своим детям помочь, и они спрашивают, а что я могу сделать, а как помочь и так далее. А есть родители, которые не очень хотят помочь. Они хотят прийти домой вечером, забрать ребенка из сада и хоть немножко отдохнуть после долгого рабочего дня. Поэтому, когда я им говорю, что дорогие родители, давайте я им сейчас скажу, что вы можете сделать, чтобы вашему ребенку легче было изучать английский язык. Родители смотрят скептически, говорят, а я немецкий в школе учил. Вы, конечно, скажите, но ничем помочь не смогу. Есть у вас такие знакомые родители? Я боюсь, что у всех такие бывают, к сожалению. Так вот, вот этим родителям можно сказать. Есть, полно пишет Света Зайцева, много пишет Вера. Отлично. Это не очень хорошо, что таких много, но таких, к сожалению, много. А есть еще одна группа родителей, которые и хотели бы помочь, но английский учили давно и забыли. И чем так помогать, на самом деле, они только портят. Бывают родители, которые сажают ребенка вечером рядом с собой и говорят, ну-ка, неси-ка книжку, давай откроем. Ой, а это что за слово? Как? Ты не можешь перевести слово английское на русский? Да как же ты учишься? Что же ты неправильно делаешь? Потом они звонят преподавателю и говорят, почему мой ребенок не может перевести слово на русский язык? И приходится объяснять, что мы переводить не учили, это пассивный словарный запас и так далее. К сожалению, бывают такие ситуации. Так вот, любой категории родителей, можно сказать, дорогие родители, вот книжка, по которой мы с вами занимаемся с вашими детьми. На этой книжке сзади есть QR-код. Вот он, код. Сканируйте его вашим телефоном, скачайте, установите себе бесплатное приложение мобильное. И когда вы хотите помочь вашему ребенку, или наоборот, вы хотите, чтобы ребенок вас ждал, вам отдохнуть, вы его хотите занять чем-нибудь, чтобы он в уголке посидел, оставив вас в тишине и покое, минут 15, запустите ему это приложение, и ребенок будет учить английские слова, получать от этого удовольствие, то есть процесс идет, а вы будете радоваться счастливой жизни, которая наступает. Что же это за приложение, что там есть? Приложение одно к каждой книжке. В этом приложении вся лексика, которая в книжке дается, активная. И приложение состоит из трех частей. Первая часть работы — это демонстрация, презентация лексики. То есть, вот, например, нажимаем на эту часть, перед нами появляется кошка, если на нее нажать, и слово cat. Если нажать на картинку, дети обычно нажимают сразу быстро, они гораздо быстрее нас с вами ориентируются в таких вещах. Кошка оживает, она покачает головой, шевельнет хвостиком, и мы услышим, как по-английски британец-диктор произносит слово cat. Слово произвучало. Ребенок затем листает, появляется следующее слово, и вот так в свободном порядке появляются все названия животных из книжки. То есть, ребенок развлекает себя тем, что он смотрит, как разные животные шевелятся, двигаются, он смотрит на анимацию, а при этом он слышит, как слово произносится, и он его видит, как часть картинки. Оно здесь появляется. После этого мы переходим ко второму этапу. Нажимаем на эту кнопочку, и перед нами появляется опять на экране, но на сей раз уже не одна, а четыре картинки, и изображение динамика под ними. Нажимаете на динамик, слышите слово, и надо выбрать именно ту самую картинку, на которой это животное названо и изображено. То есть, задание, по сути, такое же, как в книге, то, что мы видели из четырех картинок, одну выбирали ребенку, оно понятно, он уже делал это в детском саду, он и дома с ним прекрасно справится. При этом, если он правильно выбрал, картинка оживает, анимация включается, кошка снова потянется, зашевелится и так далее. Если ребенок выбрал неправильно, то картинка не исчезнет, ничто плохого не произойдет, чтобы не напугать ребенка. Она просто квадратик покачается вот так и раздаст скрип, как если бы дверь не смазанная старая скрипела. Не очень приятный скрип, хотя дети нормально воспринимают звуки, которые взрослым неприятны. Вы сами знаете, как все эти вот эти детские игрушки, какие бывают неприятные иногда на слух. И ребенок может дальше снова выбирать. Опять он слышит это слово, и пока он не выберет правильное слово, программа не успокоится. То есть у ребенка все равно четкая связь возникает между звуковым образом слова и картинкой. И, наконец, третий этап для самых продвинутых детей. Но поскольку мы на занятии уже эти вещи делали, то дети, наверное, справятся. Перед детьми появляются точно так же четыре картинки, но под ними вместо динамика появляется написание слова, например, cat. И ребенку надо выбрать, что же это за cat. То есть опять в целом словно ребенок учится читать. Приложения эти, я скажу сейчас, где найти, потому что Елена Колькова спрашивает, как называется приложение. Приложение называется Animals просто. Но его создала компания образовательной компьютерной технологии, Computers for Education. Поэтому вы можете либо в телефоне сразу выйти в магазин приложений, найти. Либо можете прямо по прямой ссылке. Это сделано с сайта englishteachers.ru. Но тем не менее, посмотрите, как мы старались сделать этот комплекс, книгу плюс приложение. Конечно, и книга может отдельно использоваться, и приложение может отдельно использоваться. Но на сто процентов они тогда не дадут таких эффектов, таких результатов, как если бы они использовались в комплексе. Почему? Потому что когда после книги вы еще приложение использовали, это дополнительная тренировка, которая для ребенка не скучна. Ребенок еще раз слышит носители языка, потому что, ну что греха таить, какой бы у нас с вами английский хороший ни был, все равно мы не носители. Правда же? И это не страшно на самом деле, потому что английский язык стал настолько глобальным, что сейчас говорят про English as a global language. Если вы посмотрите, скажем, на BBC, то увидите, что там дикторы пакистанцы, ирландцы, арабы, индусы, кто угодно. То есть там Receipt pronunciation вовсе уже не используется. Все всех понимают. И так далее. Но тем не менее, все равно детям хороший образец задается, чтобы они стремились к каким-то нормативным вариантам произношения в этом приложении. Вот Мадина пишет, при помощи QR-код прочитала. Замечательно. Пока я рассказывал, вы уже успели скачать. Отлично, можете установить. Уже установилось. Уже Валентин Корабельников сделала. Отлично. То есть вот такое приложение. Само по себе отдельное приложение тоже хорошая штука. Оно поможет предъявить детям названия животных и их более-менее запомнить. Но посмотрите, в этом приложении, как я уже говорил, моторики не так много, как если бы мы с книжкой использовали. Ни рисовать, ни раскрашивать не получится. Поиграть, порассматривать красивую картинку, большущую, тоже не получится. И потом от самой книги, от того, что вы ее в руки берете, тоже удовольствие есть. Правда, когда красочная иллюстрация и прочее. То есть приложение дополняет книгу, книга дополняет приложение, а все вместе они дают некий синергетический эффект. То есть эффекта больше, чем если бы их по отдельности использовать. Только всего. Хотя даже по отдельности они все равно полезны. Пойдемте дальше. Какие же возможности развития детей в занятия? Давайте я их перечислю, а вы скажете, видели вы эти возможности из того примера, который я привел, или не видели? Итак, социально-коммуникативное развитие. То есть дети общаются и саморегуляция. Было такое? Общаются они со сверстниками, например, или со взрослым? Да, было, конечно же. Саморегуляция, когда они проверяют, правильно назвали или неправильно. Правильно картинку выбрали к слову или неправильно. Познавательное развитие. Например, представление об окружающем мире первичных. Интересов и так далее. Было что-нибудь? Узнали мы, как животные разговаривают в разных странах? Конечно. Отлично. Речевое развитие. Конечно, это же занятие иностранным языком было, правда? Художественно-эстетическое развитие. Да, с помощью картинок. Мы очень старались, чтобы картинки были красивые, интересные. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Как вы считаете, коллеги? Вы, наверное, заметили, в книжке у нас кошка один рисунок, а в мобильном приложении нарисован немножко по-другому. Вот как вы считаете, детям имеет смысл давать одинаковые рисунки или рисунки одного и того же предмета, но разные? Вот с вашей точки зрения, что может быть полезнее? Юлия пишет разные. Вера тоже пишет разные. Разные, конечно, Светлана Ивановна Гордова пишет. Лучше разные. Кто-то пишет, конечно, кто-то пишет лучше. На первом этапе одинаковые. Оксана Сурина пишет. Вот очень хорошая поправка на первом этапе. Но первый этап у нас, поскольку работа с книгой, они одинаковые идут. Вы знаете, коллеги, есть вот такой момент. Когда дети видят одинаковые, им легче запомнить название. Они фокусируются на языке. Но с другой стороны, ведь кошки бывают разные. Правда же? И даже в мультфильмах кошки абсолютно разные. Одно дело кот из мультика Тома Джерри, другое из мультика котенок по имени Гав. Совершенно разные животные внешне. Вот поэтому, видно, вот Юлия объясняет, чтобы понимали, что не конкретно этот предмет Кат. А все кошки, каждую кошку можно назвать Кат. Совершенно верно. Но мы опять идем от конкретного, от частного к общему. Поэтому здесь правы и Оксана Сурина, и Юлия правы. Поэтому в книжках у нас один рисунок. А в приложении мы еще добавляем. И это тоже полезная сторона приложения. И, наконец, физическое развитие, когда двигательная деятельность и упражнения. Пойдемте дальше, я вам еще сейчас покажу кое-что. А вот это пример из книги «Стихи и загадки». Принцип и алгоритм работы, он очень-очень похож. Но если мы в книгах серии «Первые английские слова» у нас все дается на английском, и мы сами решаем, мы можем все детям по-английски объяснять. Мы можем детям объяснять, показывать и так далее только на английском. Можем с русским комбинировать здесь, как вам удобно. То здесь как раз английского мало. В этих книгах, вернее, скажем так, немного. На каждую книгу 10 лексических единиц. Но зато общее развитие ребенка происходит довольно широко. Посмотрите, принцип опять же тот же. Мы смотрим сначала на левую сторону разворота, начало занятия. Но здесь больше материалов тренировочных, именно развивающих. Смотрите, как получается. У нас сюжетная картинка и стихотворение, которое описывает главного героя. Мы говорим, кто изображен на картинке. А кто у нас целиком изображен? Вот там кто-то в дырочку за ней подглядывает, а в середине кто у нас бежит? Мышка. А давайте-ка мы сами стихотворение послушаем. Маленькая, но шустра. И порой умнее кота. Норка, вот ее домишко. Это серенькая мышка. Вам знаком ведь Микки Маус? По-английски мышка – маус. И вот мы у детей начинаем спрашивать, глядя на картинку, а как вы считаете, эта мышка уже в норке в своем домике? Или она еще не в домике? И дети начинают аргументировать. Кто-то посмотрит на кота, увидит, что кот пролезть не может, значит, скажет в домике. Кто-то скажет, вот дом очень большой, норка у мышки поменьше. То есть есть о чем порассуждать. Правда же? Затем мы говорим, вот как мышка по-английски называется – маус. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как фотоаппаратом. Мне очень понравился пример, который вы привели. На это слово. Вот как оно пишется. Внизу еще у нас транскрипция дается. Это не для детей. У нас ведь на книге написано для чтения взрослыми детям. То есть не дети сами читают. Хотя это книга для детей 4-6 лет. Многие уже и сами читать смогут. Но все равно транскрипция дается для взрослых. И все стихи и загадки на аудиоприложении у нас записано. Аудиоприложение скачется бесплатно по ссылке. А затем мы читаем детям загадку. Хвостиком яйцо разбило, да и репка ей по силам. Хоть и маленькая ростом, победить ее непросто. Шум и гамм, и полный хаос. Поселилась в доме. И просим детей подсказать, кто поселился на аус. Если дети сами не вспомнили, мы можем еще раз стихотворение напомнить и так далее. Здесь уже характерные особенности и отсылка на сказки, например. И сказка про курочку-рябу. Помните, мышка бежала, хвостиком махнула, яичко и разбилась. И про репку, где мышка помогла. И показываем, что мышка может причинять и радость доставлять, и неприятности может хлопоты причинять. Но все равно у нас мышка очень дружелюбная. И затем вот эта вот картинка, помоги художнику докрасить рисунок. Вот у нас эта мышка с куском сыра, и дети ее докрашивают. Но после этого у нас идет отработка языка все-таки. У нас есть вот такое же упражнение по тому же принципу. Соедини картинку со словом. Слова в центре, нам надо найти маус. И найти, где у нас наша маус. Вот она. У нас есть аппликации. Я вам несколько примеров привел специально из этой серии книг, чтобы не только про мышку смотреть. Например, вот у нас аппликация с кошкой. Вот у нас аппликация с птичкой, с павлином. И так далее. Дети могут сделать. У нас есть пазлы. Когда мы посмотрели на картинку, затем разрезали, и вместе с детьми собираем. Пазлы довольно простые, но, скажем, для детей четырех лет, он будет довольно любопытным. Для шести лет, может быть, они ее соберут быстро, но можно по-другому с этим позаниматься. И у нас есть карточки, которые тоже являются частью книги. То есть, посмотрите, лицевая сторона. Еще раз напомню, книжка большого размера. То есть, карточка четверть. Вот такая, с ладонь крупная. Ее ребенок в руку может взять, чтобы с ней поработать. И вы можете показывать для обучения. И что у нас получается? Карточки. Сзади слова написаны. Но это не только демонстрационные карточки, но это еще и карточки игровые. Вы их вырезали. И что делать? Вы предлагаете детям сказать, не, поучиться писать. Опять же, в кавычках. На самом деле, это, конечно, чтение и закрепление моторики. То есть, мы перед ними карточки разложили на изученные слова. Вырезали специально напечатанные слова отдельно. И говорим, а давайте теперь поиграем. Найдите слова, которые подходят к этим карточкам. Вот тут, например, у нас павлин. Павлин по-английски вспоминаем как. Находим это слово, подтаскиваем. Это могут и в группе быть, и так далее, и тому подобное. Эти занятия. И, наконец, книги-развивашки. Эти книги можно вообще без английского языка использовать, только в качестве развивающих тренажеров. Можно использовать и для изучения английской лексики. Посмотрите, как они работают. Я увеличу сейчас картинку. Вот у нас первый разворот книги о морских жителях. Задание следующее. Первое. Восстанови рисунок, соедини точки. Как ты думаешь, о ком эта книжка? То есть дети по точкам дорисовывают у нас вот эти вот картинки. И затем мы спрашиваем о ком. Мы здесь вводим для детей общее название. Правда же? И показываем общий частный. Да, акула здесь не слайд, пишет так Сан Сульна. Хотя посмотрите, пожалуйста. Видите, она рыбку какую-то съела. У нее там скелетик. Она поэтому довольная и зевает. Но она злой не выглядит совсем. Мы старались, чтобы книжки добрые были, чтобы детей не пугать все-таки. Потому что, вы знаете, дети и так видят много довольно жутких мультфильмов, которые с эстетической точки зрения, ну, скажем так, не всегда хороши. Детям нравится, но это не значит, что мы не должны вкус у них воспитывать. Все-таки, правда, мы старались добрыми делать эти книжки. И посмотрите, что у нас получается. У нас ведь есть здесь и рыбы, и животные, правда? И так далее. Поэтому мы детям объясняем, что это книга о тех, кто живет под водой. А затем у нас следующее занятие, которое развивает догадку и анализ. Как ты думаешь, кто скрывается под знаком вопроса? Нарисуй. То есть, вот это вот вводное занятие, которое детей готовит к изучению нашей с вами темы, но посмотрите, уже даже здесь. И умение анализа, и догадки, и рисование. То есть, мы и мышление развиваем, и в то же время через мелкую моторику, и через моторику покрупнее. А вот само занятие, например, один разворот, это опять же занятие. Мы детям рассказываем, как будет по-английски называться кит. И это если мы с английским языком, если не хотим, только по-русски можем назвать. Мы говорим, вот у нас на картинке кит. Кит по-английски называется «Wale». Транскрипция опять для взрослых. Еще раз повторю, книги вот такого формата. То есть, это огромная карточка получается, если книгу развернуть, которую можно использовать для того, чтобы демонстрировать картинки очень широко. Опять по тому же принципу, учим детей провести пальчиком, отследить, чтобы это слово «Wale», чтобы в руках графики готовилось. А затем у нас есть выкройка, по которой мы просим детей сделать игрушку. Я сегодня перед утренним вебинаром решил проверить, сколько времени уйдет на изготовление игрушки. Сел, взял, вырезал вот такого кита, правда, я распечатывал на черно-белой бумаге, на черно-белой, без краски, а в книге это картинка цветная. Вот такой кит получается, которого можно поставить, он с фонтаном и так далее. Можно на столе оставить, подарить друзьям, обменяться. Можно выставку устроить китов и прочее. Итак, сделай дети игрушку, это развитие моторики, а потом помоги художнику докрасить картинку. То есть, на самом деле, довольно приятное занятие. Вот Виктория Владимировна пишет замечательное пособие, ждать, что дочь уже выросла. Виктория Владимировна, я очень надеюсь, что вы когда-нибудь в свое время увидите много внуков, а даст Бог еще и правнуков, может быть, пригодится для них. А нет, так может быть, на каких-то еще пока детях потренироваться, чтобы потом на своих уже было совсем интересно, когда подрастут. То есть, посмотрите, вот такое занятие. Ввод материала, развитие моторики, развитие эстетическое, а все вместе небольшое развивающее занятие. Борис Иванович Марков пишет. На одном из предыдущих вебинаров слушатели обратили внимание на особенности рисунков. Они приближены к добрым рисункам, к стихам и рассказам советских детских писателей и поэтов. Кто-то скажет, что это не аутентично. Дети дошкольника, и именно эти рисунки им ближе, чем рисунки английских авторов. Я бы поддержал то, что пишет Борис Иванович. Вы знаете, коллеги, я сказал бы так. У нас задача не только научить, у нас задача воспитать еще. И то, что мы сейчас заложим, то, что мы сейчас действительно детям заложим, ведь пройдет совсем немного времени, даже по меркам человеческой жизни. Пройдет лет 15, и именно эти дети уже начнут определять, как мы с вами живем. Сейчас очень многие отмечают, что у нас очень много нетерпимости, насилия, жестокости прямо в воздухе носится, что у нас не хватает доброты, к сожалению. Вот мы пытались как-то это компенсировать. Мы решили, будем действовать по принципу, да, дело не в английских авторах, а в том, что вот у нас особенность картинки добрые, правда же? То есть мы хотели показать детям, что этот мир очень интересный, он добрый, он яркий, он красивый. Здесь столько хорошего, что нужно сберечь, и чему можно радоваться. Вот мы учим детей вот таким образом радоваться. Кстати, я выкройку для кита выложил на форуме englishteachers.ru, вы ее можете скачать и попробовать прямо с детьми, когда угодно. Этот файл в формате PDF, он цветной, естественно, поэтому можно распечатать и позаниматься с детьми, попробовать. Вот картинки действительно вполне приятные. Итак, какие же требования в ГОС реализуются и за счет чего? Ну, во-первых, социально-коммуникативное развитие. С помощью чего происходит? С помощью обучения этикетным особенностям разных стран. Это больше, конечно, в курсе 12 шагов, но и в остальных книгах есть возможность поговорить про это. С помощью групповых игр и упражнений и с помощью мобильного приложения. Познавательное развитие происходит с помощью информации об окружающем мире, с помощью загадок и с помощью пазлов, вы только что видели примеры. Речевое развитие происходит с помощью учебных материалов, аудиоприложений и мобильного приложения. Художественно-эстетическое развитие происходит с помощью эстетично оформленных материалов И это то, чем Борис Иванович писал и коллеги, соглашаясь, они действительно эстетично оформлены За счет знакомства детей с разными жанрами литературы, стихами, сказками, загадками и творческих упражнений А физическому развитию способствуют подвижные игры и задания, направленные на развитие мелкой моторики Подвижных игр больше в курсе 12 шагов к английскому языку Но вы видели, и здесь у нас есть игры с карточками, здесь возможность подвигаться тоже у нас хватает Да вот, когда мы говорили про кошку, когда дети кошечку изображают и мяукают и так далее, это тоже физическое развитие И, наконец, методические рекомендации в каждой книге есть И интуитивно понятные задания позволяют использовать пособия этой серии детский английский Не только в образовательном учреждении, но и для домашнего обучения Я хотел сказать вот еще о чем, уважаемые коллеги Издательство Титул приглашает образовательное учреждение, Центр развития ребенка, педагогов дошкольного образования и так далее К участию в онлайн-апробации пособий по английскому языку У нас есть это объявление на форуме englishteachers.ru Я вам сейчас очень коротко скажу, как эта апробация будет проходить Заявки можно присылать уже сейчас Для того, чтобы принять участие в апробации, нужно педагогу зарегистрироваться на портале englishteachers.ru И прислать по электронной почте на адрес connectsobaka-englishteachers.ru Скан письма заявки Письмо о заявке в свободной форме надо написать на участие в апробации И это письмо надо подписать у руководителя образовательного учреждения и поставить печать Зачем это надо? Затем, что мы, когда проводим апробацию И в письме надо указать название пособия или пособия, которые вы хотите апробировать Возраст и количество детей в группе И почтовый адрес названия образовательного учреждения А также, кто педагог Зачем это нужно? Мария Скворцова пишет Сколько человек в группе должно быть? Вот какая группа у вас есть, столько и будет Два-три ребенка уже хорошо Больше все равно хорошо Мы готовы работать с любым количеством абсолютно детей После того, как издательство получает заявку Мы по электронной почте подтверждаем участие в апробации И высылаем на педагога бесплатный один экземпляр опробированного пособия А на всю группу мы готовы предоставить скидку для приобретения Поэтому неважно, сколько у вас детей, все равно это будет дешевле Более того, первые 10 образовательных учреждений, которые пришлют заявки Получают пособие бесплатно на одну группу детей Следующие 50 образовательных учреждений смогут приобрести пособие со скидкой в 10% От цены в интернет-магазине А все остальные со скидкой в 5% Поэтому, если вы готовы участвовать в апробации Присылайте заявку Если сейчас не получается, ничего страшного Заявки мы принимаем и к осени будем принимать и так далее Потому что я знаю, что не все еще знают, сколько детей в группе у них будет Но, тем не менее, уже можно попробовать И информация в образовательных учреждениях будет размещаться на форуме По мере поступления заявок И после прохождения каждого раздела Это для курса 12 шагов к английскому языку Либо после каждого занятия небольшого У нас будет онлайн-анкета Там 3-4 вопроса буквально И эти вопросы очень простые В основном множественный выбор И можно написать свой комментарий То есть, вот суть апробации Вы заполняете эту анкету Можно после каждого занятия, там раз или два в неделю Можно набрать и за месяц заполнить Или после того, как вы с пособием закончите работать Нам это очень помогло бы Потому что мы учнем ваши замечания в следующих пособиях Я сейчас скажу, какие у нас пособия готовятся И планы, на самом деле, довольно большие Мы педагогу, помимо того, что мы даем скидку В бесплатный экземпляр высылаем Мы педагогу по окончании апробации за каждое пособие Вышлем сертификат апробатора Либо, если вам это удобно, мы можем в одном сертификате Перечислить все пособия, которые вы апробировали в таком-то учебном году А для образовательного учреждения Неважно, это детский сад, семейный центр и так далее Мы вышлем сертификат, который подтверждает Что в таком-то учебном году образовательное учреждение Являлось апробационной площадкой издательства Титул Это, может быть, тоже будет приятно родителям, которые детей приводят Потому что родители поймут, что у вас передовые педагоги Которые используют новые технологии и так далее А дети не просто учатся, но они еще и обучаются по самым новым вещам Вот такие вот моменты Какие книги вышли в серии детский английский, первоанглийский и слава? Как я уже говорил, книги Юлии Геннадьевны Курбановой Стихи и загадки о птицах, о животных, о цветах, об игрушках Стихи и загадки о подводных жителях Канабеев Что говорят животные Что говорят птицы Игрушки, цвета, времена года Учимся считать Я умею Вот мы из типографии получили книги Еще раз покажу Я умею Книгу И книгу Времена года Остальные ждем на наступающей неделе Из курса 12 шагов к английскому языку С первой по четвертую часть уже вышли Пятая, восьмая выйдут летом И девятая, двенадцатая выйдут осенью Возможно, что выйдут раньше Не хочу просто раньше времени обещать Какая стоимость пособий? Спрашивает Оксана Сурина Я верну слайд Книги Курбановой Стихи и загадки Пятьдесят рублей пособия стоят Книги Конобеева Пятьдесят пять рублей стоят Но тут из-за того, что поплотнее обложка Немножко И бумага более такая Блестящая, глянцевая Что еще? Книги Мильдруда 12 шагов к английскому языку Каждая книга, они дороже Они стоят по 138 рублей Но что туда входит? В эту цену входит аудиодиск Кроме книги В самой книге под одной обложкой Есть книга для воспитателя и родителей С подробными методическими рекомендациями На каждое занятие И туда же входят карточки Карточки для игр Флеш-карты Пазлы Сказки И разрезные материалы Маски для активных игр Процитирую Бориса Ивановича Маркова Обращаю внимание, что в дошкольных ООО Период обучения начинается не с сентября, а с октября Подготовиться можно и сегодня Но процесс обучения можно будет начать только с октября С сентября, период адаптации Это важное замечание Коллеги, мы здесь не просим нарушать никаких установлений И норм образовательных учреждений Все в соответствии с программой образовательного учреждения Вы можете сейчас прислать заявки Мы вам будем высылать книги Вы будете готовиться Вот Оксана Сунин спрашивает, серьезно, еще такие цены есть? А посмотрите, вон там вам ссылку уже дали В интернет-магазин Посмотрите, там пособие для дошкольников Пока такие цены есть Мы стараемся сделать все Но, коллеги, титул российское издательство И мы печатаем эти книги в России Мы специально ищем оптимальное сочетание цены и качества Потому что, ну что греха таить Мы знаем, что сейчас, к сожалению, экономическая ситуация непростая И учителей в том числе Учителя у нас, к большому моему сожалению Так же, как, впрочем, и издатели Не самая далеко богатая категория населения Поэтому мы считаем, что образование должно быть доступным У нас и учебники титула дешевле других издательств А по качеству, как минимум, не хуже И, соответственно, и пособия дошкольные точно так же Вот Тамара Григорьевна Корнева пишет уже Что есть, я уже заказала Какие книги выходят очень скоро? Развивашки Пять развивашек Жители подводного мира Игрушки, цвета, животные и птицы Выходят в июле Они уже практически готовы Мы сейчас доделываем обложки к ним У дизайнеров интересная очень идея родилась Мы обсуждаем в июне Мы их отправим в типографию Может быть, и даже в конце июня появятся Ну, давайте аккуратно скажем, что в июле Они готовы Книги с мобильными приложениями Почти готова книга Face and Body Моя книга, поэтому по тому же принципу написана Это для детей двух-трех лет уже Начиная название частей тела, название лица У человека, у животных Там целая история любопытная получается История вот в чем заключается Мама, сына и дочку приводят с утра в ванную комнату И говорят Wash yourselves А дети все это превращают в игру Они притаскивают кучу игрушек И давая игрушкам говорить Wash yourselves И показывают, например Wash your cheeks Хомячку Говорят Hamster, wash your cheeks Их намыливают хомяку, щеки И сами при этом моются Кому-то говорят Wash your ears Wash your eyes И так далее То есть сам целая история Которую можно и мимикой показать И с детьми поиграть И обсудить И так далее Следующая книга This safe on the road Это книга для детей 5-6 лет Это правило безопасного поведения на улице Там очень интересное мобильное приложение Несколько ресурсов готовится Любопытная вещь будет Сейчас мы как раз аудиозапись к этой книге делаем 8 июня пишем Очень богатая анимация И сама книга удобная И мобильные вещи тоже удобные Fruit Band Оркестр из фруктов Эта книга тоже выйдет летом у нас Здесь дети узнают название фруктов И попутно могут параллельно запомнить название Некоторых музыкальных инструментов Следующая книга про овощи Затем Mike's Magic House Про волшебный дом Там в каждой комнате что-то волшебное есть А на самом деле мы название комнат И название некоторых предметов в комнатах запоминаем Это для детей 3-х лет примерно Little Fox and his Magic Box Это наречия и предлоги места Но мы узнаем про приключения маленького лисенка И что он делал со своей волшебной шкатулкой Эти книги выходят в июле-сентябре 2015 года И как я уже говорил Курс 12 шагов к английскому языку Части 5-8 выходит летом 2015 года Части 9-12 осенью 2015 года Если сможем раньше выпустить Значит выйдут раньше Поверьте, мы очень стараемся Ну и наконец дополнительная информация Вы можете задавать вопросы авторам этих книг И методистам Я совсем забыл сказать Кстати, книги-развивашки У них авторы-составители Авторы-составители Алена Евгеньевна Козеевича И Илья Михайлович Буров Вы слышали их вебинары Вы знаете этих молодых Но интересных, перспективных людей Поэтому вы теперь знакомы с авторами всеми В общем-то Кроме Юлии Геннадьевны Курбановой Которая автор стихов и загадок Но она на форуме часто пишет Под именем Юлия Красноуралочка Итак, можно пообщаться с авторами и методистами Я привел пример темы на форуме Это целый раздел про обучение дошкольников и развитие Бесплатные мобильные приложения Вы можете скачать, пройдя по ссылке Mobile Apps Но вы можете проще сделать Заходите на сайт EnglishTeachers.ru И там наверху вкладки Есть там где форум Анонсы, интернет-магазин и так далее Там последняя вкладочка Mobile Apps Заходите на нее И можете скачать для ваших мобильных устройств И приложения к книгам, которые вышли уже И приложения к книгам, которые вот-вот из типографии придут И плюс еще просто мобильные обучающие игры Которые были сделаны сами по себе Для вас это все абсолютно бесплатно И, наконец, интернет-магазин В котором можно приобрести Вот ссылка на этот раздел Коллеги, в общем-то, вот вся презентация Скажите мне, пожалуйста Есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии Кто-то уже писал, что вы писали книги И скажите, пожалуйста А кто их уже получил? Листали, смотрели? Как у вас ощущения? Потому что, вы знаете, одно дело с экрана увидеть Другое дело в руках подержать Оксану Сурину Поделитесь, откуда берете вдохновение Для таких замечательных идей Ой, вы знаете, коллеги Вдохновения как раз и не хватает Всегда хочется сделать как можно больше Мы наблюдаем Наблюдаем за тем, что нужно детям Наблюдаем за тем, как они себя ведут И так далее Алена Игоревна пишет Мне очень понравилось Вы уже приобрели какие-то книги, да, Лена Игоревна? Людмила Артамонова пришла Добрый день всем Мы, к сожалению, уже заканчиваем вебинар Но вы успели поучаствовать Сертификат получите А виде вебинар можно в записи посмотреть Борис Иванович Вопрос не по теме Есть ли что-то новое По включению учебников в титул В перечень допущенных к использованию в школах И что с электронными учебниками, имеющимися УМК? Коллеги, ситуация такая Все учебники курса happyenglish.ru И все учебники курса enjoyenglish Права на которые принадлежат титулу Прошли экспертизу Их электронные формы Заключения все положительные Министерство сейчас готовит новый перечень Федеральные изменения Пока министерство идет по пути тому Что они еще больше учебников пытаются убрать из перечня Поэтому есть такие разнонаправленные тенденции Мы продолжаем работать над тем, чтобы учебники включить По ним можно продолжать работать Алина Игрин пишет Все 4-12 шагов Пишет, очень понравились Замечательно Алина Игрин Присоединяйтесь к апробации Будет здорово посмотреть на опыт Как будет происходить Татьяна Михайловна Кучина Все было очень интересно Спасибо Если группа в детском саду 25 человек К ней каждому ребенку заказывать Коллеги, вы подумайте, посмотрите Потому что в принципе И одну книжку на двух детей можно использовать Посмотрите, решите, как вы будете работать Потому что в любом случае Вы сначала получите ваш бесплатный экземпляр Когда мы подтвердим ваше участие в апробации А затем вы можете решить Но вы знаете, я думаю, когда родители посмотрят на то Насколько книги красочные Они могут начать говорить А почему, например, у того ребенка есть эта книжка А у моего ребенка нету Поэтому могут захотеть купить Вполне возможно Моему ребенку очень нравится Вот это самое главное замечание Потому что если нравится детям Значит книжке то, что нужно А какая книга вашему ребенку нравится Интересует вопрос о первом классе Что делать, если в садике учили английский А учебным планом в первом классе уроки не предусмотрены За год ведь все забудут Да, коллеги, такая опасность есть Используйте мобильные приложения Используйте вот эти книги Тоже можно использовать В качестве какого-то курса пропедавтического Если же у вас просто ребенок в класс первый пошел А английского языка там нету И вы дома не можете тоже его поддерживать Ну хотя бы учебные мультики и так далее Мы планируем начать выкладывать и мультфильмы По нашим приложениям Небольшие совсем учебные Так что будут такие вещи Что еще? Спасибо за информацию Позитивный заряд Замечательно Кружки в библиотеках есть групповые задания Да, я получил все 9 имеющихся ранних книг И готовлю заказать ваши Понравилось мне, родителям, а главное детям Борис Иванович, спасибо большое Это самый ценный комментарий Потому что на самом деле Когда все, как сейчас принято говорить Участники образовательного процесса То есть когда и детям нравится И родителям, и учителю Вот это самое главное Значит правильно сориентировались Недорого Ну действительно недорого Я бы сказал так Я посмотрел в магазинах Найти книжку за 140 рублей С аудиодиском, еще и с карточками Это еще, это большая проблема сейчас А уж если говорить про книги За 50-55 рублей Ну сейчас десятки яиц столько стоит А иногда и дороже получается Правда же? Ну что ж, уважаемые коллеги Я думаю, настало время Дать вам ссылку на сертификат Презентацию с вебинара И видеозапись вебинара Мы в понедельник выложим На форуме EnglishTeachers.ru И я даю информацию о том Каким образом сертификат получить Я продолжу отвечать на вопросы и комментарии Поскольку вопросы есть Хорошо? А вы пока можете сертификаты скачивать Если не получается скачать сертификат Как только вы нажали на кнопку создать Вам сертификат автоматически Отправляется по электронной почте Проверьте ваш ящик почтовый Юлия пишет Спасибо за вебинар Хоть я давно занимаюсь по аутентичным пособиям Но много интересной информации Очень понравились развивашки Вы знаете Зарубежные пособия, конечно, хороши Мы сейчас не берем Ни вопрос цены, ни прочего Но есть ряд определенных моментов Дети похожи Но в каждой стране есть особенности своей культуры Правда же? Есть свои цели и задачи И есть проблемы, которые нужно компенсировать Поэтому все-таки Когда пособие создается для детей Конкретной страны С учетом этих особенностей Оно может быть Может быть чуть-чуть совсем Но оно может быть более удобным А потом никто же не мешает комбинировать Правда? Можно брать, скажем, пособие британское И к нему пособие английское Я думаю, что то, что я вам показал Оно не очень-то сильно отличается С точки зрения методической эффективности И понятности От того, что делают зарубежные пособия Скажем Правда же? Ну что ж Большое спасибо вам, коллеги Если других вопросов нет То мы тогда будем заканчивать Я еще раз хотел сказать тем Кто пришел Ожидал Илью Михайловичу Витьбурла А увидел вместо них меня У нас произошла замена Из-за того, что Илья Михайлович сегодня проводил семинар в Калуге Он просто не успевал вернуться Поэтому Я надеюсь, что мы немного потеряли Ну что, в общем-то, мы вполне взаимозаменяемые в этом плане Расскажу невестке для внучки Наталья Филипповна пишет Замечательно Очень рад буду, если у вас внучка будет использовать У меня мои крестницы пользуются этими книгами Вот сейчас первые две книги вышли мои Собственно, они уже все стихи и загадки используют Книги Миллерда Я им эти книжки от себя уже подарю Те они покупали И вы знаете, вот что удивительно Мне рассказывали ребенку два с половиной года С ним начали заниматься по книге Стихи и загадки о птицах Ребенку, конечно, загадки пока ему трудно отгадать Два с половиной все-таки маловато Стихи там шестистишие Это довольно большой текст для такого маленького ребенка Но ему когда прочитали про индюка Он потом полвечера бегал по квартире Радостно смеялся и кричал Терки, терки Ему слово понравилось Картинки рассматривает с удовольствием С карточками играет и так далее То есть, несмотря на то, что стихи не маленькие Ребенок получает удовольствие явное А его мама мне сказала Говорит, мне картинки очень нравятся А говорит, когда маме приятно Смотреть на картинки, книжку в руках держать То, говорит, она и ребенку расскажет так Что ребенок этого никогда уже не забудет Ну что ж, я тоже хочу потом на дочке Все книги опробировать Замечательно Ну что ж, уважаемые коллеги Спасибо вам тогда большое Я иду редактировать следующие книги Курса «12 шагов к английскому языку» От вас буду тогда ждать Либо в участии в опробации Либо комментарии на форуме Пишите по электронной почте Если у вас ваши собственные разработки есть Присылайте, пожалуйста, по электронной почте Я с удовольствием на них посмотрю Если будут интересные вещи Мы их готовы публиковать Либо в журнале «Английский язык в школе» Кстати, заодно хотел сказать Маленькое объявление Со второго полугодия 2015 года Мы решили сделать электронную форму Журнала «Английский язык в школе» Полностью бесплатной Если он раньше продавался И был по подписке Мы сейчас просто будем позволять Его бесплатно скачивать Мы тоже хотим поддержать Учителей-профессионалов Ну что ж, замечательно Хороших вам выходных И хороших вам идей До свидания Продолжение следует...